Барвиха показала модель нового автомобиля, который станет доступен для покупки в новом обновлении, а именно Mercedes-Benz E55. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Как же круто, замечательно, наконец-то, я просто, я не знаю, наконец-то, Live Mobile. И вообще, я не знаю, все последующие новостные издания, которые будут вот все эти новости печатать, штамповать, говорить, вот есть такая новость, есть вот такие вот новости, есть все прочие вещи и так далее и тому подобное. Наконец-то, они стали писать модель и марку вообще всех вот этих вот машин. Господи, как же это замечательно, как же это круто, потому что по-другому, ну, я просто не мог. Я сидел, думал, чуваки, ну, вот когда уже? Когда вы начнёте? Потому что мне, человеку, не разбирающемуся в автомобилях, человеку, который просто их презирает, мне максимально сложно вообще хоть что-то внятное обо всём этом сказать. Потому что я не знаю марку этой машины или модели, или как всё это называется, я не знаю. Марка, это понятно, это Mercedes-модель вот именно. E55, замечательно, отлично. Как я, обычный человек, должен был догадаться, что вот это вот, блядь, Mercedes, это E55. Заебись, почему это не G289? Почему это не WDC4855? Я не знаю, откуда у меня эти цифры в голове, я тоже не представляю. Но, наверное, это что-то да значит, или не значит ничего абсолютно. Однако, давайте проведём обзор всей этой модельки, так как я умею. Там, знаете, со всеми пруфами, со всеми доказательствами. Мы вообще посмотрим, рассмотрим и в целом скажем вообще, что она из себя такое вот представляет-то в самом деле. Потому что по-другому, ну, как может быть по-другому? Кто-то из вас знает, вот я уже сколько раз задаю этот вопрос, мол, а как может быть по-другому? И никто не отвечает на этот вопрос, потому что никто не знает, как может быть по-другому. Именно поэтому, сегодня, давайте мы всё это, наконец-таки, рассмотрим. Вот, значит, у машины есть фары, у машины есть зеркала заднего вида, я так понимаю, они вот так называются. И в целом, модель выглядит неплохо. Но опять вот это вот, может быть, ладно, может быть, опять свет вот так хуёво падает, может быть, ещё что-то, я не знаю. Но в целом, типа, почему она сверху вот такая бордово-красная, блядь, а тут она какая-то, блядь, ярко-красная? Почему ближе вот к концу этой машины, рядом с, как это, сетка, блядь, внизу вот этого, я на монтаже там выделю вот это вот. Почему там вообще вот ближе к правому краю, почему там какое-то всё опять, блядь, бордовое, хуёвое и так далее? Что такое? Машина, блядь, уже побита, уже покрашена, блядь, или чё? Её ещё даже не выпустили на серваке, она уже вот такая убитая, хуёвая вся. Почему так происходит, я не понимаю. Чуваки, в самом деле, это же какое-то, это просто пиздец, я не знаю, как по-другому это можно всё описать? Я просто, я не понимаю, она реально вот, в реальной жизни вот таким образом выглядит? Я просто, для меня это какой-то шок, это тихий шок, дикий ужас. Давайте, Е55, я загуглю сейчас, вот посмотрю, чё там, блядь, блядь, самолёты какие-то, ёпта, вот, да, Mercedes-Benz. Какого она вообще года? Что это, какая-то бандитская машина получается, это, блядь, это уже не барвиха, это какой-то, блядь, бандитский Петербург получается, в самом деле. Потому что, реально, ну, я не знаю, вот я загуглил картинки, тут Е55, машина, там, знаете, купить БУ можно, 98-й год. Вот, казалось бы, у нас уже 2021, они до сих пор вот эти машины, знаете ли, вот, выставляют куда-то, типа, на серваке свои. Зачем, для чего, непонятно. Вот, на автору такую машину можно купить за миллион семьсот рублей, типа, неплохо, я думаю, что замечаем, можно будет, мне кажется, взять и, типа, сказать, Ну, да, наверное, это вот таким образом происходит. Ладно, неважно, то есть, есть машина вот такая, Mercedes-Benz, AMG, Е55, типа, ну, наверное, круто, наверное, замечательно, наверное, школьники на всём этом поедут. Почему нельзя современные машины добавлять, то есть, этой машине уже ей, блядь, больше лет, чем всем чувакам, которые зайдут на весь этот проект. Зачем всё это, известно, добавлять-то, в самом деле, вот, лично я не особо понимаю, типа, 98-й год, там, пробег уже 150 тысяч километров у всех машин этих, потому что нету тут машин таких вот, вот такой модели, которые бы никуда не ездили, они обязательно куда-то, блядь, ездили, пробег уже намотали, там всё вообще круто у этих машин, наверное, я не знаю. В целом, вот такая моделька машины, вот такой вот на неё обзор, ну, тут уж извините, знаете ли, какая машина, такой обзор, ничего более или ничего менее, я сказать по поводу всего этого не могу. Спасибо за просмотр, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видео, ролика, заходите в описании, там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал, и на все прочие вещи, там также ссылочка, ссылочка в описании есть, вот, заходите, ознакомливайтесь, спасибо за просмотр всем вам, ну и пока, наверное, вот, Mercedes-Benz покупайте, вот, и прочие вещи покупайте, наверное, или не покупайте. Да, в общем-то, ваше дело, ваше тело, ваше дело, вот так. Увидимся тут же, завтра, наверное, в 20.00, либо немного попозже, пока.